На календаре март за окном солнца природа пробуждается от зимней спячки. Именно в эту пору возникает вопрос, почему не просыпается организм, затяжная простуда, раздражительность, упадок сил и головные боли. Всему виной весенний гиповитаминоз. С данной проблемой сталкивается практически каждый из нас. Необходимо обратиться к лечащему врачу для прохождения общеклинических анализов и для сдачи анализов на содержание какого-либо витамина, либо витаминов в крови. Глубокая недостаточность какого-либо витамина, либо нескольких витаминов в крови. Гиповитаминоз означает просто недостаток какого-либо витамина, либо витамина в крови в результате недостаточного поступления витаминов в организм. В случае нехватки витаминов и микроэлементов лечение откладывать не стоит. Непродуктивность – это лишь верхушка айсберга. Симптомы могут быть куда серьезней. Шелушение, высыпание на кожу, ломкость ногтей, безжизненные волосы и потрескавшиеся губы. Грозит такое состояние и обострением хронических заболеваний. Лекарственные средства, содержащие группу В, при повышенных умственных физических нагрузках, при заболеваниях нервной системы. Также, например, витамин С при повышенной заболеваемости. Витамин Д, так как у нас недостаточное количество солнца. Детям мы рекомендуем витаминно-минеральные комплексы с содержанием холина, который улучшает работу мозга. Биотина участвует в обмене белков, жиров и углеводов. Также омега-3 обязательно необходим для нормального роста и развития детского организма. И все-таки, если проблема не критичная, ее можно решить в домашних условиях. В первую очередь правильным рационом. Подобрать его поможет диетолог или нутрициолог. В меню обязательно должны быть фрукты. Минимум два раза в день. Плюс овощи, зелень, ягоды подойдут и замороженные. Конечно же, это включение омеги-3. Это прежде всего рыба. То есть два-три раза в неделю у человека, на его столе должна быть рыба. Предпочтительнее это рыба жирных сортов, ну, при условии, что человеку можно употреблять такую рыбу. Ни один продукт не содержит полный витаминный набор. Поэтому пища должна быть разнообразной. Для перекуса подойдут орехи. Семечки кунжута и льна разбавят любой салат. В качестве заправки лучше использовать масло, например, оливковое. Замените пустые ароматизированные чаи на натуральные травы. Шиповни, калину, малину, мяту или мелису. Подойдут и сушеные фрукты – яблоко, апельсин или лимон. Добавьте для сладости ложку меда и наслаждайтесь. Медики советуют не доводить организм до появления очевидных симптомов. Лучше позаботиться о здоровье заранее. Правила все те же, что и при лечении. Сбалансированное питание, витаминный курс и здоровый сон. Тогда вместе с природой проснется и весеннее настроение.